Спасибо большое за удивительные слова ободрения в истине, в Слове Божьем, в Исповедании. Слава Богу! Господи, благодарим Тебя за эти удивительные пения, Иисус, которые Ты совершаешь в наших сердцах, Господи. И мы так благодарны Тебе за это собрание, Иисус, место отдохновения, место насыщения, Господи, место наполнения, Господи, созерцания красоты Твоей, завершенной работы, Господи, Слова Твоего, завершенной работы. Благослови сейчас эту небольшую мысль, Господи, к основной части, Иисус, благослови весь час поклонения. Слава Тебе, Христос, во имя Твое, молимся и просим. Аминь. Итак, на фоне завершения послания к филиппийцам и начала послания к эфсианам, я обратил внимание, и хочу также обратить ваше внимание, на тему приветствия. Да, удивительно. Здесь мы видим эту удивительную тему, как апостол Павел завершает с одной стороны послание к филиппийцам и говорит, говоря о приветстве, извините, в различных категориях, если можно так выразить, как мы слышали. Слышали, например, филиппийцам в 21 стихе, он говорит, приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. И почему всякого? Потому что всякий, принимающий Иисуса Христа, как мы слышали послание к эфсианам, он принимает всякое благословение во Христе Иисусе. Что означает всякое. И не благословляющим, в зависимости от его действий, решений последующих, а уже благословившим всякого святого во Христе Иисусе. И здесь он говорит и упоминает об индивидуальности также святого на тех местах, где они находятся. Приветствуют вас, находящиеся со мной, братья. 22 стих. Приветствуют вас, святые, а в особенности из Кесарева дома. То есть мы видим с вами через это, я подумал, об индивидуальном отношении или насколько мы драгоценны для Бога. И никого из нас он не забывает, как нам иногда может в проекциях показаться. И как говорилось здесь также к эфсианам, Павел в волею Божией, апостол Иисуса Христа в первом стихе, находящимся в Ефесе святым и верным. Всем, опять же, здесь можно сказать святым, в ком он совершает верность в Иисусе Христе. И опять же, почему? Потому что он уже благословил нас всяким духовным благословением. Это дар. И дар того, что он обращается и приветствует нас так же сегодня святым, как обращение его к нам к святым, это его дар, который он не заберет, или как говорится, он является непреложным. И все эти удивительные картины приветствия также напомнили мне приветствие Иисуса Христа в книге Бытие, когда он выходит в прохладе дня. И, в общем-то, это является и причиной, почему мы называемся святыми. Мне так нравится, что он выходит после того, как произошло это грехопадение, и говорится, что он выходит в прохладе дня. Интересно, символ или картина в прохладе дня, я подумал о том, что это символ и картина покоя. Для Бога это не было неожиданности. Здесь, например, не отмечено, он не выходит в жару, что может быть выражаться или говорить о картине гнева, или того, что у Бога не все под контролем, или в холод дня, допустим. Нет, он выходит в прохладе дня. Почему? Потому что его приветствие прежде всего основывается на той жертве, которую он приготовил и дал обетование в 14 и 15 стихе. И он поэтому выходит в этой удивительной прохладе дня. В послании о посланнике вся нам говорилось также о слове завершенной работы. И когда мы пребываем в этой слове завершенной работы, он способен совершать прохладу дня в нашей душе. Находимся ли мы, образно говоря, в жаре дня, да, из-за разных обстоятельств, или в холоде дня, образно. Но благодаря тому, что он совершает проникновение слова Божьего в наши сердца, мы можем сказать, совершает способность воспринимать слово завершенной работы, он совершает прохладу дня в нашей душе. Как здорово, да? Он отделяет душевное от духовного. И это все не от нас, но это его удивительное совершение. И мы способны отождествляться с его покоем, с его радостью, как говорилось в начале приветствия. Александр говорил, это действительно так. Почему? Потому что мы пребываем в этой удивительной слове завершенной работы. Еще я подумал, на что похоже его приветствие прохлада дня. Дня, это Третья Царствия, 19 глава 12 стих, когда выходит Господь, но Господь не в ветре, не в землетрясении, а в тихом дуновении ветра. Это еще одна картина, что прохлада дня и тихое дуновение ветра – это служение нам Духа Святого в Слове Божьем сейчас, когда мы можем находиться и в образной жаре, и в образном холоде. И слава Богу, что Господь совершает это служение Духа Святого. И в заключении мы можем сказать, слава Богу, что служение Духа Святого, его как в Церкви распространяется всем людям. И это не нами совершается. Мы можем быть успокоены в том, что Он будет совершать прохладу дня. И нам только лишь необходимо быть доступными для восприятия и поклонения в Слове Божьем. Аминь. Благослови вас Господь. Это прохлада дня, прохлада общения, но это общение любви, спокойной, удивительной, горячей, слава Господу, безусловной. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это замечательное утро. Никогда не было еще этого утра, Господь, и Ты желаешь нас обласкать Своим Словом, любовью своей, безусловной, укрепить, Господи, наставить и ободрить нас, идти вперед, разговаривать, думать в этом удивительном Царстве Иисуса Христа, которое Ты нам приготовил. Прославься, Бог наш, любим Тебя. Во имя Твоего Иисуса мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас третье слово посвящения по посланию к Ефесянам. И я говорил еще в первом слое посвящения, что первые три главы, они очень емко, ярко и эмоционально преподносят нам позиционную истину, которое, как пастор Нурлан говорил, он все для нас приготовил, он все нам дает. Наша позиция не является пассивной, она активна, эта позиция. Потому что мы стремимся к тому, чтобы узнать, что это такое он нам дал, и жить в этом. И когда мы находимся в сложных обстоятельствах, а их очень много в этом мире, то мы привлекаем то, что он уже даровал нам. Мы открываем послание к Ефесянам и видим эти удивительные обращения в любви. Кто ты, драгоценное чадо, для него, Бога? Что он для тебя сейчас делает? И объяснение того, что это вечное его намерение по отношению к нам. То, что Бог говорит, он не является лжецом. Он является тем, кто наслаждается своей правдой, и он знает, что эта правда сделает истинно, а его сделает с нами чудо. Итак, третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Ведомый Духом Святым апостол Павел пишет это, как человек, который уже рефлексирует. То есть, восприняв, он отдаёт Богу и говорит, удивительно, то, что ты сделал, задумал. Я могу тебя только благословить. Я могу говорить о тебе эти удивительные слова хвалы. Они присущи теперь моей новой природе, чтобы всё время о тебе говорить. Да, вот это творение вокруг нас, и мы восхищаемся. Но через Слово Твое мы восхищаемся Тобою. У нас голова начинает кружиться от того изобилия любви и даров, которые ты нам даёшь через Иисуса Христа. Ты любишь своего Сына. Ты поместил нас в центр своей любви, в своего Сына. И мы, развивая эти взаимоотношения, то есть, пользуясь и откликаясь на них, мы говорим – ты благословен. И все люди, которые поверили в тебя, они своими сердцами, даже не говоря, они уже это совершают – благословение. Павел пишет о Боге и Отце Господа нашего Иисуса Христа как о том, кто благословил. И мы Его благословляем тем, что мы теперь Его. Итак, первый пункт – Он благословил нас во Христе. Он благословил нас атмосферой. Он благословил нас лёгкими кровью. Каждые эти сегменты крови, клеточки, эти агенты жизни. Он благословил нас во Христе. Первое. И это благословение, чем больше мы думаем об Иисусе Христе, тем больше мы понимаем, оно вечное, оно является духовным, благословением в небесах, запланированное и реализуемое. Нету никакого благословения помимо Господа. Никакого. И если мы сознаём это и развиваемся в этом, то точно так же, как маленькие дети, они всё время бегают за своими родителями. И есть период такой, период почемучек, когда идёт интенсивное общение, и чтобы получить информацию, а это как, а это так, а это. Ты благословил нас всяким духовным благословением на небесах. Мы родились свыше. Родившись, мы оказались в Божьей семье, в Иисусе Христе, в центре любви Отца. Мы получили всё наследие Иисуса Христа, мы сонаследники с Ним. У нас там нету никакого осуждения. У нас там ободрение. На нас смотрит Отец и Сын глазами любви. У нас с вами взаимоотношения, которые происходят, и оно всегда замкнуто на Иисуса Христа. Наша сосредоточенность на Иисусе Христе такая, что мы хотим всех приводить к Нему и ободрять друг друга, потому что как только мы выходим из этого, то там сложности плоти, которая может рядиться в религиозные одежды. Но любовь, прощение, благодать, милость, это благородство, достоинство, которое мы с вами имеем, это всё находится в Иисусе Христе, и это является благословением. Этот восторг, когда мы с вами через Иисуса Христа Духом Святым познаём не только, что сейчас у нас есть, а то, что есть, это уже много. Но он раскрывает, как в Евангелии от Иоанна, в первой главе, мне нравится возвращаться туда, он только-только начинает хождение вместе со своими учениками, и этот ученический корпус будет развиваться. Но он уже им говорит, следуйте за Мною, и вы увидите небеса раскрыты. Вы увидите ангелов, которые восходят к Нему, которые нисходят к Нему. Вы будете поражены тем действием, которое Господь, Он, Сам Иисус Христос делает в нашей жизни, и через нас Он делает в другой жизни. Мы познакомились с человеком и разговариваем с ним, и говорим, и Евангелие – это благословение на небесах, с небес. Это благая воля Бога, чтоб такое произошло. Есть большая разница между тем, что мы говорим сейчас, ведомые Духом в Иисусе Христе, с тем, что мы говорили, или иногда говорим, когда мы воплотили. Воплотили нас царь Эго, это Я Сам, Который мучается. А в Иисусе Христе это Господь Иисус. И Он все время ведет нас к Отцу. Он все время укрепляет Духом Святым нас в этом триединстве. Это Его первосвященническая молитва в Евангелии от Иоанна, 17 глава, с 21 по 25 стихи. Отец, я желаю, чтобы они были в нас, как ты во мне и я в тебе, чтобы они были едины, чтобы они видели славу, которую ты дал мне, чтобы они через познание этого благословения развивались в это единство. И вот мы с вами открываем уже то, от чего голова кружится, и тысячелетнее правление, и эту удивительную деятельность в течение тысячелетнего правления, когда мы будем заботиться о тех людях, которые будут в этот период времени. И они обыкновенные люди, такие же, как мы сейчас с вами, которым необходимо принять Иисуса Христа. Удивительно. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Это первое, первый пункт. А почему ты благословил, да? Да потому, четвёртый, да потому что Он избрал нас в Нём, в Иисусе Христе. Это Он сделал. Целая история здесь. Прежде создания мира. Для чего? Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Только у меня, может, это не получилось. Ты в Нём уже. Ты уже находишься в удивительной любви, всеобъемлющей любви Господа, Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Так что, ну, конечно, ты участвуешь в этом, драгоценный человек, сын, дочь Господа. Но Он уверен, Он знает, что ты обязательно будешь перед Ним в любви. Это замечательное обетование. Итак, первое – это Он благословил всяким небесным благословением на небесах во Христе. Второе – это Он сделал, потому что Он избрал нас. Благословляет ли Он людей, которые находятся в этом мире? Конечно, Он хочет, чтобы все спаслись. Тем не менее, Он знает, кто спасётся или нет, но Он хочет, чтобы все спаслись. Он также даёт им благодать общую, а частная, специальная от Иисуса Христос. И вот на протяжении всей жизни человека Господь служит и служит и служит Ему. Можно было бы сказать, но а есть ли Он где-то в горах? И нет никакого радио, телевидения, интернета. И у Него только своё семейство. Господь всемогущий. Он ангелов пошлёт своих. Посмотрите, что происходило в 10-й главе книги Деяний. Италийский сотник, воин, убеждённый, он привержен римской, римскому праву, римской империи. Он является тем, кто охраняет губернатора. Под его властью он офицер, сотник, сто человек. Он находится в иудеи. И он внимателен и готов защитить губернатора и всех тех, кто находится в этом дворце или же в этих действиях правления. Он готов положить свою жизнь. он слушает, он по своей должности должен всё воспринимать, наблюдать. Он как потифар, телохранитель. И он слышит о Господе. И Дух Святой его помазывает, чтобы он всё больше и больше прислушивался. И у этого Корнилия сотника возникает. Я же говорю, что итальянские солдаты – это была особенная область в Римской империи Италия, откуда поступали самые надёжные солдаты, воины. И вот он уже не то, что ненадёжный, а он так надёжен, что он уже в Иисусе Христе, в какой-то степени приближения. И ему является ангел. По мере своей службы никто не мог бы подойти к нему, а Господь по мере своей любви посылает ангела, который ему говорит Корнилий, отели отряд небольшой твоих воинов, пускай они пойдут туда-то и туда-то, к Петру, и он придёт и скажет тебе слова спасения. Кто евангелизирует? ангел в горах, в другом месте, где угодно. Господь присылает таких ангелов, таких людей, как написано в 13 главе книги «Послание к евреям», что некоторые из нас, сами того не зная, имели общение с ангелами. У меня было, как на своей памяти, у меня есть два примера такого общения. Как-то был очень тяжёлый день в Бишкеке. Уже всё налажено, всё так здорово, это Господь всё делал. А мне казалось, что это я своими силами. Всё, и английский язык, курсы английского языка в обществе инвалидов идут, затем всё в церкви так здорово, у нас церковь развивается. И вдруг череда таких свидетельств, они непонятные, и у меня руки опустились. И вот я начинаю отменять одно, другое, третье. Пришёл в это общество инвалидов, сказал, сегодня не будет занятия. И выхожу в сквер оттуда, сижу, ай-яй-яй, сижу в депрессии, и вот у меня в руках часы, и я ими так играю, часами. Мимо проходит старец, Саксакал, киргизм. И он изменяет путь свой. Идёт по направлению ко мне, и я уже приготовился послужить ему, посмотрел на время, это вероятно, он хочется спросить у меня, сколько времени. Я смотрю на него, он подходит и говорит, как хорошо, что вы здесь, как хорошо, что вы делаете эту работу. Я вообще и он прошёл, потом я опять посмотрел, его уже нет. Может быть, это был просто человек. Как он складно, мне нужна была помощь, и помощь сверхъестественного характера. это невероятно. Посещение Господа, и мы уверены, это не то, что только мы несем Евангелие, он служит везде, он через нас это говорит, а мы, откликаясь и благословляя Бога, мы с вами откликаемся и идём вперёд, потому что мы благословлены и потому что мы знаем, он избрал нас, мы избраны в Иисусе Христе, это второй пункт, прежде создания мира. Я знаю свою историю, откуда ты? Спрашиваю, как пастор Матти, одна из первых проповедей, которые он говорил, три вопроса фундаментальных для каждого человека, откуда ты взялся? Второе, для чего ты живёшь? И третье, куда ты пойдёшь? Их задают разные поэты, а Мархаям у него в его рубаях эти мысли, я вчера читал, цитирует некто его стихи. И он отвечает, ты от меня, я думал о тебе ещё до того, как этот мир был совершён. Я сопровождал тебя в этом мире, ты не знал, о тебе и ангелы служили, и ангелы человеки, которые поверили, и это они уже посланцы Бога. Это ж надо, пастора Мати Бог присылает именно ко мне в Азербайджан. Да я бы вообще никогда такого не представил, да и он тоже бы. но как здорово, когда ты выстраиваешь на основании вот этой древней книги, то, что происходило, как Бог задумал, всемогучий Бог задумал, он избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира и избрал нас для того, чтобы мы были святы и непорочно перед Ним в любви. Это третий пункт. Первый. Он благословил нас во Христе всяким благословением на небесах. Второе. Он избрал нас в Нем прежде создания мира. У вас какая-нибудь работа происходила? Нет? Я сегодня, вернее, вчера думал, сегодня думал над этими пунктами. И, знаете, все время такая картина была интересная. Вот такая. Это ребенок в утробе матери ничего не делает. Только пальчик посасывает и все. И улыбается, кувыркается там и так далее. Если бы перед учеными мира поставили задачу, чтобы они изобрели такую камеру, детское место ребенка в утробе матери неразрешимая задача. Только Бог может это сделать. И он показывает, что мы там находились, вообще ничего не делая, наслаждаясь. Кроме того, мы были ограничены этой утробой. Это был наш мир. «Было ли вам там скучно?» Интересно, когда Мария пришла уже беременная Иисусом Христом, пришла к Елисавете своей родственнице, у которой муж был Захария, это была священническая семья. И она пришла, ее ангел туда прислал, ты посмотри, вот твоя родственница, которая была бесплодна, сейчас у нее уже в утробе ребенок. Да какой ребенок? Иоанн Креститель. И вот приходит одна беременная женщина к другой беременной женщине, и у той уже шести месяцев ребенок внутри. И вдруг Елизавета говорит, ой-ой-ой, надо же, кто пришел ко мне, мать Господа моего. Разговор идет уже совершенно не на том уровне. Она мать, и Елизавете известно, что в утробе находится у нее. ребенок особенный, Господь пришедший, слово стало плоти. А что Иоанн Креститель делает? Он обрадовался и там, наверное, хлопает. О, здорово! Мы вообще не знаем, о чем там думают эти маленькие люди и какие закладываются когнитивные, сознательные, познавательные принципы в нашем мозге. Я думаю так, что отвергая Бога, человек под воздействием темных духовных сил врага настолько позволил себя ограбить, что ему кажется, все это вот так легко эволюция создала. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, какие там люди внутри, и мы такие были. И все это картина того, что с нами происходит, когда мы рождены свыше. Мы уже живы в Господе. мы еще развиваемся, но живы. Мы в утробе этой любви Отца к нам через Иисуса Христа. И нам бы хотелось что-то сделать свое за пределами. Он говорит, нет, ни в коем случае. потому что новый человек в нас, он развивается только в любви Божьей. Смотрите, как это происходит. Итак, первое, он благословил нас во Христе всяким духовным благословением. Второе, он избрал нас во Христе прежде создания мира. Третье, он избрал нас для того, чтобы мы святы были и непорочны перед ним в любви. Он поместил в Эдемский сад Адама и Еву. И если бы они продолжали в его слове, это было некоторое приближение бы к тому, что имеем мы. Но далеко-далеко от совершенства. Потому что совершенство произошло, когда мы пали и святой Бог пошел за нами. За теми, которые стали непригодные ни для чего. И он теперь нас он не сотворяет из праха земного, а теперь он нас создает своей любовью. Он стучит, своей любовью стучит, и вот мы откликнулись. И оказалось, он говорит, ну вот, вы откликнулись, а теперь вы находитесь в удивительных условиях. Да, вы будете что-то там говорить еще по-прежнему, но знаете, что по моему замыслу вы будете такие же, как мой Сын Иисус Христос. Он, и это был третий пункт, да, чтобы мы были святы перед Ним в любви. Четвертый пункт. Потому что, опять же, это Его благая воля такая была. Я определил для вас, что я вас в Иисусе Христе в Сыне моем усыновлю себя. Это пятый. Через Иисуса Христа предопределив усыновить нас себе. Усыновление через Иисуса Христа. Слушайте, вы понимаете, что там происходит? Благословение во Христе Иисусе, избрание во Христе Иисусе, святые в любви перед Ним во Христе Иисусе, предопределив усыновить нас через Христа Иисуса. Мне нравится это. Я так недавно подумал, если я буду говорить и размышлять, всегда находясь на этом основании Иисуса Христа, возлюбившего, принесшего себя в жертву, я всегда выигрываю. Не надо искать никакой замены. Не надо искать каких-то своих мыслей. Наши мысли недостаточны. Но наши мысли в Иисусе Христе они преизобилуют. Он предопределил это четвёртое усыновить нас себе. Пятое. И это всё произошло по благоволению воли его. Евдокия. Вы слышали, да, такое имя Евдокия? Это благое намерение, это удовольствие. По своей радости от того, что с нами произойдёт, он видел уже. Он в Иисусе Христе очертил наши горизонты. Про Оридзо предопределил это Про Оридзо. Это предустановленные горизонты нашего бытия. О, я хочу, я хочу дальше. Ну, выйдем вообще дальше. Как Титову, Герману Титову сказали, когда он пролетел сутки вокруг Земли, его спросили, а вы видели Бога? Нет. А кто-то там сказал, надо было высунуть голову в иллюминатор, сразу же бы увидел его. А без Бога, без Иисуса Христа мы ничто. Хорошо это или плохо, это очень хорошо, это очень хорошо. Мы ликуем в Иисусе Христе по своей благой воле, в радости, и это благая воля такая, Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих, это сын мой возлюбленный, все мое благоволение в нем, а здесь то же самое слово, что и Евангелие от Матфея, 3, 17, это мои дети возлюбленные, все мое благоволение, я всегда доволен ими, потому что они в новом человеке, это вообще чудо. Итак, у нас это было благоволение 5, 6, в похвалу славы благодати своей, в похвалу славы благодати, мы с вами, ну, знаете, я так думаю, так как мы родились у родителей, которые произошли от падших родителей и так далее, все это человечество, то очень быстро у нас появляются трудно сказать эти слова, отторжение, когда человек, ну, это же твои родители, это отец и мать, и он постепенно отходит, отходит, и он начинает сам, самостоятельность свою проявлять, родители говорят, это хорошо, до поры до времени, а вот в Иисусе Христе Он облагодатствовал нас благодатью своей, и это слава благодати вечно, 7 пунктов, благословил во Христе всяким духовным благословением, избрал во Христе второе, прежде сотворения мира, чтобы были святы, непорочны, это Он все делает в любви, это третье, Он предопределил горизонты наши в Иисусе Христе, а это четвертое, пятое, это благоволение воли Его, это похвала славы благодати Его, которая нам, это шестое, и облагодатствовал все время это делает. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это чудо, удивительные жизни, которые мы видим, раскрываешь Ты в этом послании для каждого верующего. Слава Тебе, Господь, и это достойно того, чтобы мы изучали, изучали и наслаждались этим, не выходили бы, не отторгались, слава Тебе, Господь. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Скажите Ему, любящему вас и принесшему себя в жертву за вас, простые слова молитвы. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову, приведи в живую церковь, люби, благодатствуй во имя Тво Иисус. Я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...